Субтитры делал DimaTorzok Добрый вечер, Юлия. Сразу хочу сказать, что сейчас работа кинокомплекса полностью восстановлена. Людей стали запускать внутрь еще до 6 часов вечера. По предварительной информации, задымление произошло в четвертом, самым большом зале кинотеатра. Его причиной стало возгорание, но очаг был небольшой, его удалось оперативно потушить. Людей вывели тоже без паники. По первоначальным данным, пострадавших нет. Медицинская помощь никому не понадобилась. Но на момент срабатывания пожарной сигнализации покинуть здание пришлось всем посетителям кинокомплекса. Всех вывели, сработала пожарная эвакуация. В зале произошло задымление. Вы были в этом зале? Нет, я была в другом зале и просто объявилась на всю и сказали всем выйти. То есть фильм прервали, правильно? Да, деньги всем возвращают. Информация продолжает поступать. По последним данным, произошло короткое замыкание в электрощитке. По прибытию пожарных подразделений было установлено, что пожара нет. Было задымление в вентиляционном канале. Его устранили до приезда спасателей. Из кинотеатра эвакуировали 70 человек. Никто не пострадал. Число заболевших корью растет. На данный момент во Владимире лабораторно подтверждено 25 случаев заболевания. Напомню, два дня назад в Роспотребнадзоре говорили лишь о трех случаях. Среди тех, кто заразился опасной инфекцией и дети, и взрослые. В 22-й школе и в средней школе СНОВИЦ уже введены ограничительные мероприятия. Большая часть заболевших училась в этих заведениях. Сейчас там усилили меры дезинфекции помещений и временно ограничили прием новичков. Корь в регион завезли, по предположениям специалистов из Азербайджана. Все контактировавшие с заболевшими сейчас на учете медиков. Им делают прививки и наблюдают за состоянием. Даже если есть очаг кори, кто-то в семье заболел корью, то в течение 72 часов мы можем привить остальных членов семьи, дабы чтобы они не заболели корью. Ходить на улицу можно. Изолируется только больной корью. Будь то взрослый или ребенок. Он остается дома, вызывается врач и назначается терапией. Не все с корью госпитализируются в стационар. Мы чаще наблюдали легкие и средне-тяжелые формы, которые могут лечиться дома. Передается корь воздушно-капельным путем и очень заразна. Если человек не прививался и не болел раньше, шанс заразиться почти стопроцентный. Начальные симптомы кори легко спутать с простудой или гриппом. В первые несколько дней у человека повышается температура, начинает болеть горло, появляется кашель, слезятся глаза. Затем начинаются характерные красные высыпания на теле с головы до ног. Распространение кори связано с большим числом отказов от вакцинации. Главный очаг инфекции находится в Сновицах, где живет много семей цыганской народности. Большинство из них, и дети, и взрослые, не имеют никаких прививок. Поэтому Роспотребнадзоре прогнозирует увеличение случаев заболевания. Специалисты напоминают, самой эффективной защитой от болезней является вакцинация. На сегодняшний день цыганация от кори показала высокую эффективность в предотвращении случаев и также значительное уменьшение количества смертельных исходов. Так как корь, она опасна не сама по себе, а в основном своими отложнениями. Это у нас гипмония, мусиполит, потеря зрения и другие. И большую угрозу корь представляет, конечно, для маленьких детей и прошлых, пожилом возрасте. Также в группе риска у нас люди, которые в организме имеют большой дефицит витамина А. Боятся выходить из подъезда, потому что на голову может упасть ком снега или ледяная глыба. К нам за помощь обратились жители дома номер 12 по улице Тракторной во Владимире. Мы выяснили причину, по которой прав компания, обслуживающая дом, не спешила выполнять свои прямые обязанности. Заодно узнали, как ведется работа по очистке от наледи кровель образовательных учреждений. Как правильно сбивать сосульки и куда жаловаться, если обслуживающая организация отказывается это делать, выяснял Александр Инин. Жители еще с декабря просят убрать свисающие с крыши снежные шапки и сосульки. Но говорят, что до новогодних праздников представители прав компании по телефону так и не ответили. А после Нового года сказали, что у подрядной организации сломалась вышка. Старший по подъезду даже пытался сбивать сосульки из окна квартиры. Ну, каждый год отслеживаю, потому что моя квартира находится на последнем этаже. И из окна, из бокового окна, и с балконового окна мне все очень прекрасно видно, какие сосульки образуются. Сосульки из снежной шапки практически по всему периметру дома. Каждая глыба весит десятки килограммов. Упадет провода, оборвет, может еще и замыкание устроить. И козырьки подъездов вдруг обрушат. Один и так в аварийном состоянии. Снег с крыши уже падал. Однажды, я даже могу вам сказать, шла с собакой и стоял мужчина у соседнего подъезда. На него свалилась сверху лавина. Он, конечно, отпрыгнул. Мы посмотрели, конечно, с ним. Вообще, я не знаю, в какой момент что произойдет. В управляющей компании МКП ЖКХ, который обслуживает данный дом, сказали, что в декабре никаких просьб от жильцов данного дома не получали. А сейчас действительно возникли технические трудности у подрядной организации. Но они оперативно решаются. У нас сейчас там действительно есть свесы, которые необходимо удалить. У нас на самом деле подрядная организация сломалась вышка. Мы сейчас привлекли стороннюю организацию, которая сегодня с обеда приступит к своей работе. И я думаю, что мы демонтируем, уберем все наледи и свесы, и сосульки. Сложность работы еще и в том, что у данного дома мягкая кровля, и ходить по ней лишний раз нельзя. Иначе могут возникнуть протечки. Все работы будут вестись именно с вышки. Для панельной пятиэтажки нужна 22-метровая. Именно такая, кстати, использовалась сегодня на улице Горького. За крыши школ и детских садов отвечает управление образования. Все они приведены в порядок. 19-я школа как раз последняя, где сбивали сегодня сосульки. С вышкой помог Горводоканал. У нас заявка была в 8 учреждений. Вот сегодня мы последние закрываем по сосулькам. И у нас в образовании проблемы такой уже нет. Конечно, зима еще долгая, погода переменчивая. Вполне может быть, что еще появятся сосульки. Но я думаю, что также мы оперативно будем справляться. Потому что главное – это здоровье и безопасность наших детей. Работы по сбиванию сосулек нужно проводить крайне осторожно. Ломом лучше не пользоваться, чтобы не повредить кровлю. Лучше молоточком, в крайнем случае – лопатой. На образовательных объектах такие работы оплачиваются из фонда по ликвидации аварийных ситуаций. В этом году он составляет 18 миллионов рублей. Опасные места, где возможен сход снега и падение льда, по предписанию технадзора, должны быть ограждены. Если сосульки долго не сбивают, на это можно пожаловаться в городское управление ЖКХ. У нас есть штрафные санкции. Это составление протоколов административного правонарушения на юридические и должностные лица. Штрафы там немаленькие. То есть управляющая компания исполняет свои обязанности, так же, как ТСЖ и ЖКХ. Уведомления направляются в составление протоколов. Нами проводится мониторинг предмоговых территорий. И также следим за кровлями домами. Если управорганизация затянула с очисткой крыши и попала под колпак надзорных органов, то дело, скорее всего, закончится штрафом. На должностное лицо от 5 до 20 тысяч рублей, на юридическое от 20 до 50. А за повторное неисполнение своих обязанностей штрафные санкции многократно возрастают. Александр Инин, Александр Мажаров, 6 канал. Во Владимире новый начальник полиции. Им стал Илья Исаченко. Он пришел на смену Сергея Камышова, который теперь трудится в Нижегородской области в качестве заместителя начальника регионального ОМВД. Накануне руководителя ОМВД России по Владимирской области Василий Кукушкин представила личному составу нового начальника. Областное начальство вручило ему приказ о назначении на должность, новое служебное удостоверение и выразило уверенность, что профессиональные навыки и большой опыт руководящей работы позволят Илье Исаченко справиться с возможными обязанностями. Новый человек, новый руководитель коллектива. Это всегда стресс для коллектива, стресс для руководителя. Но это нормальное положение. Некоторое время будет проходить привыкание. Я вас очень прошу, ему помочь. Хотят помогать, наверное, не опытный руководитель, но все равно. Илья Исаченко родился в 1978 году в Костромской области. Службу в органах внутренних дел начал в 96-м в качестве курсанта. После обучения трудился в группе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в криминальной милиции Костромской области. Более 11 лет Илья Исаченко занимал руководящие должности в различных территориальных органах МВД России в Костромской области. Это назначение на должность начальника МВД России по городу Владимиру возглавлял МО МВД России Ковровский. Неоднократно поощрялся государственными и ведомственными наградами. Ознакомлен со сложной оперативной обстановкой на обслуживанной территории. Но знаю, что коллектив работоспособен со своими традициями. Надеюсь на долгосрочно конструктивное сотрудничество. Кто они? Лучшие спортсмены Владимира. Сегодня их пригласили в мэрию, чтобы выразить благодарность и вручить награды. Лучшую десятку выбрали, конечно, по результатам, которые спортсмены показали в ушедшем году. Среди тех, кто с достоинством защищал честь города на чемпионатах и первенствах разного уровня, гимнасты, легкоатлеты и борцы. С ними пообщалась Екатерина Корнилова. Владимирские спортсмены потрудились на славу. За прошедший год они не раз становились победителями всероссийских и международных соревнований. Абузит Мансыгов в этом сезоне занял первое место на чемпионате России по греко-римской борьбе. И это после того, как на полгода выпала спортивная жизнь из-за травмы. Первые соревнования у меня были чемпионаты России в городе Подольск. Это было, по-моему, в августе месяце. После чемпионата России поехал в Будапешный чемпионат мира. Там, к сожалению, я за третье место проиграл. Этот прием благодарность от главы города и администрации за то, что спортсмены прославляют наш регион и несут спорт в массы. Вот уже более 10 лет глава администрации города награждает лучших спортсменов и тренеров памятными призами. В этом году награды получили легкоатлеты, гимнасты, борцы, призеры соревнований по спортивному ориентированию и рукопашному бою. По традиции все спортсмены и глава города делают фотографию на память, а после этого личная фотосессия для доски почета. Золотые медали делаются не из золота, а из такой смеси, особенной смеси, в которую входит и ваше терпение, и решительность, и сила воли, и характер. И, конечно, что все это поливается, не знаю, огромным количеством вашего пота. Поэтому хочется сказать вам, ребята, огромное спасибо. Спасибо и девчата. Поэтому за вашу работу, за ваш профессионализм надеемся, что вы только улучшите. У нас впереди у вас у каждого соревнования, причем достаточно ответственности. Сейчас уже будут, наверное, разыгрываться путевки на Европу, на мир, на России, которые будут отборочные соревнования. Ну и мы постараемся их максимально посещать. Среди тех, кто уже начал готовиться к новому спортивному сезону, прославленный гимнаст Николай Куксенков. 2018 год для известного спортсмена прошел удачно. В командных соревнованиях Николай и его коллеги третий раз подряд выиграли чемпионат Европы. Но за славой гимнаст не охотится. Громкие чествования не для него. Больше эмоций, конечно же, я испытываю, когда я получаю медаль на соревнованиях, потому что это результат трудов, тех усилий, которые были вложены в завоевание медали. Поэтому для меня это, конечно же, особые эмоции. А вот чествование, награждение, как-то второстепенно к этому отношусь, потому что это не является для меня каким-то стимулом быть лучшим или быть награжденным или ненагражденным. То есть я к этому отношусь очень спокойно. Торжественные приемы скоро сменятся соревнованиями. Уже завтра Бузи Итманцыгов отправится на чемпионат России. Других спортсменов также ждут всероссийские мировые турниры. Екатерина Корнилова, Егор Хребко, Шестой канал. На этом у меня все. Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго и до встречи. Сегодня ночью у Владимира будет малооблачно, выпадет небольшой снег. Столбики термометров покажут минус 5 градусов. По прогнозам синоптиков завтра будет облачно, возможен небольшой снег. Температура воздуха составит 8-10 градусов ниже нуля. Ветер юго-западный со скоростью до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха составит 82%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин